Психологи и психотерапевты отмечают, что в настоящее время в связи с коронавирусом в обществе произошли изменения. В частности, у большинства людей упало настроение. В данный момент речь идет о всеобщей депрессии. В связи с тем, что нарушился общий уклад жизни людей, граждане начали испытывать неизвестные до этого времени эмоции. В данный момент проводятся массивные исследования психического состояния людей, а точнее того феномена, который случился в результате самоизоляции. Многие специалисты отмечают, что с подобной ситуацией они столкнулись впервые. Большая часть из нас попала под воздействие, скажем, дистресса, то есть стресс, который не является каким-то определяющим и запредельным, но тем не менее он действует каждый день, каждую минуту. Мы включаем телевизор, мы попадаем в интернет-пространство, где все-все-все сейчас посвящено одной и той же теме. Эксперты утверждают, что стиль подачи материала в новостях вводит людей в еще большую панику, поэтому в данный момент для поднятия настроения рекомендуется не углубляться в сложившуюся мировую ситуацию. Надо каким-то образом разумно ограничить время своего погружения в эти информ-каналы, к которым у вас учки тянутся уже, посмотреть, что там происходит. Это первый момент. Второй момент. Все-таки, наверное, уже пора поменять немножечко круг общения и выделить вокруг себя тех людей, которые вас в эту ковид-панику загоняют. Психологи и психотерапевты рекомендуют больше общаться с позитивными людьми. К примеру, на тему любимого хобби. Кроме того, чтобы не погрузиться в состояние всеобщей паники, сейчас можно заняться планированием дел, а также начать мечтать об исполнении задуманного. Кроме того, поднять себе настроение можно простой улыбкой или спортивными упражнениями. Также в данный момент рекомендовано отказаться от любых психоактивных веществ, в том числе от алкоголя. Сейчас отмечается прирост продаж спиртного. Однако алкоголь может только усугубить ситуацию. В трудных моментах специалисты рекомендуют обращаться к психологам и психотерапевтам. Уже сейчас наблюдается прирост подобных обращений. Люди пошли с обращениями, как раз жалобы их в основном вращаются вокруг пережитого стресса, вот этого хронического стресса. Я могу сказать, что это так. Я не думаю, что это будет какой-то шквал или какая-то волна, с которой мы не справимся, но я уверен, что коснулось это достаточно большого количества людей. И то, что люди пойдут, это очень хорошо. Дело в том, что самая неплохая сейчас стратегия – это все держать в себе и пытаться где-то изобрести велосипед, где-то использовать какие-то средства самолечения. Специалисты говорят, что для многих слово депрессия сейчас является определяющим. По мнению экспертов, в данный момент по десятибальной шкале настроение у большинства людей не больше тройки или четверки. Это не тот уровень, к которому привыкли люди. Оказалось, не все рязанцы сейчас живут с пониженным настроением. Вот как они оценили его по десятибальной шкале. Некоторые горожане объяснили, по каким причинам их не покидает боевой настрой. Другие сетовали на то, что настроения у них нет. Все хорошо. Ну, я работаю, я и не прекращала работать дистанционно, и потом творческая профессия тоже всегда при мне. Отвратительно. Привыкли в отпуск, опять же, за границу ездить. А сейчас границы закрыли, на работу не пускают. На дачу тоже каждый день дожди, практически заняться нечем. По результатам опроса стало понятно, что большинству рязанцев удается сохранить приподнятое настроение. Специалисты же говорят о том, что общее околодепрессивное состояние будет сохраняться в течение двух месяцев после снятия всех ограничений, связанных с коронавирусом.